Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги. Мы с вами снова на Психфарм ТВ, на блоге, который предназначен специально для вас, на блоге, который предназначен для того, чтобы с эмблемой, с девизом «За вуживых, оплакивая мертвых, разбивая молнии» рассказывать вам про всех тех, кто вас мучает и собирается убить. Сегодня у нас рассказ об Ольге Павловой, очень известный блогер, эндокринолог. Мы будем говорить о таурине, о вранье и возможности развития рака. Кто смотрел наши предыдущие ролики, знает, что Ольга Павлова – это, в общем-то, выдающаяся враль, я бы сказал, лжец. Мы рассказывали о ее ролике под названием «Таурин», про таурин, там сон, сахар, желчок, таурин, его влияние на здоровье. Так вот, там содержится, мы даже не смотрели этот самый ролик, потому что зачем? Она написала утверждение, там они есть, улучшает качество сна, стабилизирует нервную систему, нормализует липидный спирт и так далее и тому подобное. Мы просто эти утверждения проверили. Оказалось, что 80% этих утверждений – это чистой воды ложь. На 20% – это, возможно, правда, возможно и неправда, требуется дальнейшее исследование. То есть, конечно же, 80% ложь для блогера – это, в общем, можно сказать, врет не просто как Сива и Мерин, а врет, как эта самая Ольга Павлова. Но беда даже не в том, что она врет по поводу таурина. Беда в том, что она вам не рассказывает о том, что таурин может вызывать рак. Есть в литературе масса исследований на этот счет. Есть даже 6 метанализов. Что такое метанализ? Вообще, как эти метанализы делают? Вот когда есть очень много исследований, очень много, там, десятки исследований, то все-таки хорошо бы их как бы подытожить, то есть их как бы вместе все посмотреть, потому что, чтобы было понятно, часто исследования говорят, одно в исследовании говорит одно, другое, другое. А нам бы хотелось общую картину получить. И тогда делают метанализы. То есть, берут данные из разных исследований, суммируют, особым образом статистически обрабатывают, получаются метанализы. И вот в этих метанализах, в общем, говорится о том, как таурин вызывает рак. Мы сейчас вам это расскажем. Какого рака вам стоит бояться, если вы используете таурин? Ну и кого стоит благодарить за то, что у вас рак? Итак, вы знаете, что наша с вами наследственность, она кодируется ДНК, который вот справа, это двухцепочечная молекула. Есть РНК, одноцепочечная молекула, а там состоит она из одной, собственно говоря, цепочки. Она еще называется транскриптом, потому что она транскрибируется с ДНК, то есть она как бы копируется с одной из вот этих вот, с одной из веточек этой самой ДНК. Ну и есть такие ДНК, которые называются некодирующими. Что значит некодирующие? Не выяснено, какие белки они кодируют. Вообще, для чего предназначена РНК? Предназначена для того, чтобы вот синтезировать различные белки. Для того, чтобы клетка знала, какие белки надо синтезировать. Вот, собственно говоря, РНК и служит. Но вот есть РНК, которые этим не занимаются. Они называются некодирующими. Их длина может быть разной. Есть специальная мера длины. Вот вам здесь показано 1КБ. Это тысяча нуклеотидов в одноцепочечной РНК. То есть тысяча нуклеотидов, которые последовательно стоят. В общем, это вот такая длинная достаточно молекула. Теперь переходим к данным. Мы с вами небольшой ликбез по поводу хромосом человека. Мы сейчас вам с вами провели по поводу наследственного вещества. Теперь непосредственно к нашей программе. Итак, есть некодирующая РНК, которая называется ТУГ-1. Она длиной примерно 7,1. То есть это 7 тысяч нуклеотидов, которые последовательно выстроены. И самое главное, что впервые она была идентифицирована, потому что в ответ на ТУРИН, вот она активизируется, это некодирующая РНК, и у мышей развивается сетчатка. Имеется в виду зародыши мышей, у них развивается сетчатка. И соответственно вот функция этого самого ТУГ-1, она была расшифрована. Беда состояла в том, что ТУГ-1 может регулировать экспрессию генов, которые отвечают за онкогенез. То есть за развитие опухоли. Обсуждается несколько механизмов, как это самое РНК, как этот самый транскрипт может вызывать развитие опухоли. Сейчас это не суть. Кто хочет, конечно, почитайте. Есть масса информации. Но, честно говоря, это настолько сложные процессы, что я вам не советую в них вникать. Другое дело, что сейчас абсолютно ясно, и вот есть эти метаанализы, которые говорят о том, что вот этот самый транскрипт ТУГ-1 в значительной степени связан с благоприятным течением опухолей органов дыхания. И плохим прогнозом для рака желудочно-кишечного тракта, гинекологических опухолей, гематологических, то есть рака крови, опухолей мочевыводящих путей и остеосаркомы. То есть вот этот вот самый ТУГ-1, который запускается таурином, может приводить к тому, что опухоли желудочно-кишечного тракта текут плохо, гинекологические опухоли, гематологические, а может быть даже и возникают под влиянием таурина. Вы скажете, а как это можно проверить? Есть в одном из исследований прямо говорится о том, что степень злокачественности и метастазирования, вы знаете, что рак метастазирует, к сожалению, это очень-очень плохо, потому что если еще рак на месте, то человека можно вылечить, убрав опухоль, а если он метастазирует, то это уже, как вы понимаете, все. Конечно, есть лечение и в этом случае, но продолжительность жизни такого человека не очень велика, так вот, способствует метастазированию, и обратите внимание, при высокой концентрации таурина. То есть, собственно говоря, происходит следующее. Вот есть у нас РНК, который, видимо, отвечает как за развитие каких-то там тканей, так и за то, что у нас с вами возникает опухоль. Вот это РНК запускается таурином, высокими концентрациями, если вы будете этот таурин принимать извне. Соответственно, вы будете вызывать у вас у себя рак желудочно-кишечного тракта, гинекологические опухоли, рак крови и так далее и тому подобное. Таким образом, любой человек, который будет вам говорить о том, что таурин абсолютно безопасен, что таурин абсолютно полезен, он на самом деле будет не только вам врать, как врет Ольга Павлова, но он будет вас приводить к смерти от рака. Поэтому я вас очень и очень прошу, пожалуйста, важно, чтобы вы эту информацию довели до окружающих. Постите, конечно, это понятно. Подписывайтесь обязательно на наш канал в выдачах Ютьюба, тогда он будет подниматься вверх. И во всяком случае, может быть, кто-нибудь из зрителей этой самой Ольги Павловой остановится, и у него не разовьется рак. Я вас очень и очень прошу. Рак это очень и очень страшное заболевание. И сейчас заболеть этой страшной болезнью, когда у нас медицина практически распалась, и налицо такие специалисты, как Ольга Павлова, это очень и очень страшно. Просто не советую. Тем более, что, собственно говоря, что тут такого, отказаться от таурина, и дело с концом. Как всегда, пишите комменты, ставьте лайки, становитесь спонсором нашего канала. Ну и до новых встреч. А мы тему об Ольге Павловой, ее вранье, будем, конечно, продолжать.